Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается под песками Сахары? Эта пустыня веками утягивала в свои глубины путешественников, животных и даже города. Но что, если я скажу, что последние находки ученых заставили мир ахнуть? Сегодня вы узнаете о невероятных открытиях, которые перевернули наше представление о Сахаре и ее древних тайнах. Итак, приготовьтесь к погружению в мир, который разрушает привычные стереотипы и открывает нечто совершенно удивительное. Моря и океаны всегда были домом для удивительных существ. Одним из них был Махимозавр Рекс, 9-метровый крокодил, который обитал в водах, ставших впоследствии пустыней Сахара, около 120 миллионов лет назад. Это самый крупный из известных науке океанских крокодилов. Махимозавр Рекс жил в лагуне, которая простиралась до океана Тетис. В этих водах он охотился на морских черепах и рыбу. Вероятно, рептилия не брезговала и падалью, поедая трупы более крупных существ. Сегодня пустыня Сахара крайне негостеприимна к живым существам. Но именно благодаря этому палеонтологи делают здесь множество открытий. Отсутствие растительности и плодородного слоя позволяет ученым находить удивительные окаменелости прямо под ногами. Земля постоянно подвергается атакам метеоритов из космического пространства. Большая часть из них безопасно сгорает в атмосфере, оставляя лишь светящуюся полосу на ночном небе. Другие достигают поверхности планеты, вызывая значительные разрушения. Так как многие подобные катастрофы произошли в далеком прошлом, образовавшиеся кратеры зачастую остаются незамеченными, поскольку эрозионные процессы или растительность маскируют их. Однако в пустынных районах до сих пор видны шрамы от столкновений с небесными телами. Например, кратер Камил диаметром 147 футов и 6 дюймов, расположенный на юго-западе Египта, появился в результате падения железного метеорита около 5000 лет назад. В окрестностях кратера были найдены обломки метеорита, расколовшегося при ударе о землю. Это далеко не единственный случай. Практически каждая пятая найденная на планете частица метеорита была обнаружена в Сахаре. Только льды Антарктиды оказываются более плодородными на древние метеориты. Даже если следы метеоритов и их кратеров исчезли спустя тысячелетия, могут сохраняться иные свидетельства космических столкновений. Около 29 миллионов лет назад на Землю упал метеорит, высвободивший энергию, достаточную для плавления значительной области Ливийской пустыни, превращающий песок в тонкие пластины зеленого стекла. Кратер, возникший в результате взрыва, до сих пор не обнаружен, но в пустыне все еще встречаются осколки этого необычного стекла, попадающегося порой в самых неожиданных местах. Когда Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона, среди сокровищ он нашел украшенный драгоценностями нагрудник, принадлежавший умершему фараону. В центре украшения находился священный жук-скоробей, вырезанный из зеленого стекла. Вероятно, египтяне не знали происхождения использованного ими стекла. Но любопытно, что был найден еще один артефакт, созданный из внеземного материала. Один из кинжалов в гробнице был изготовлен из метеоритного железа. В апреле 2021 года ученые обнаружили древний город, скрытый под песками Сахары. Предположительно, он был основан еще во времена правления фараона Аминхотепа III. Французский исследователь Мохаммед Алябалах отметил, что раскопкам на этом участке, находящемся вблизи Луксора в Верхнем Египте, предстоит длительная работа. Но самой шокирующей загадкой является древняя подземная сеть коммуникаций, находящаяся под оазисом Гат недалеко от Алжирской границы. Первые упоминания об этих туннелях относятся еще к 1919 году, когда на них случайно натолкнулась французская экспедиция. Речь идет о сложной системе тоннелей, камер, вентиляционных шахт и других сооружений, высеченных прямо в скале. Первоначальная гипотеза заключалась в том, что тоннели использовались для водоснабжения засушливых регионов Сахары. Примерно в третьем тысячелетии до нашей эры завершился последний зеленый период в истории пустыни, после которого начался процесс интенсивного опустынивания. Согласно сведениям историка Геродота, в конце второго тысячелетия до нашей эры в регионе возникло государство гаромантов, известное также как Гаромантида. О гаромантах сохранилось немного информации. Они представляли собой высокоразвитую европеоидную культуру, так называемые народы моря, проникшие в Северную Африку. Существование гаромантов подтверждено документально. Интересно отметить, что современные туареги и жители племени Гарма в Нигерии считают себя потомками гаромантов. По рассказам представителей этих племен, иногда в тоннелях можно услышать странные звуки, напоминающие человеческие крики, словно оставшиеся там люди не успели спастись перед каким-то катастрофическим событием. Гароманты контролировали большинство оазисов и торговых путей через Сахару. Археологи установили, что у них существовала сложная система водопровода, состоящая из цепочки колодцев, связанных между собой штольнями. Вполне возможно, что именно гароманты построили эти подземные сооружения, учитывая многофункциональность тоннелей. Кроме того, гароманты занимались добычей полезных ископаемых, создавая шахты и рудники. Государство гаромантов существовало вплоть до 669 года, когда оно было уничтожено арабскими завоевателями. Тем не менее, некоторые историки отмечают, что Геродот ничего не писал о таинственных тоннелях. Возможно, гароманты тщательно охраняли тайну их существования, или же строительство тоннелей началось гораздо раньше, еще до появления гаромантов силами неизвестной цивилизации. Согласно альтернативной теории, эта обширная сеть подземных коммуникаций могла служить своего рода потусторонним убежищем для избранных жителей гаромантиды. Предполагается, что среди гаромантов были выдающиеся астрономы и астрологи, один из которых предсказал приближение нейтронной звезды Тифон, известной также как Медуза Гаргона. Считалось, что это событие может привести к концу света, поэтому гароманты начали строить подземный город, чтобы заранее подготовиться к катастрофе. О звезде Тифон также упоминается в трудах пророка Мишеля Нострадамуса, датированных 1562 годом. Примечательно, что именно в 16 веке звезда Тифон вновь подошла близко к Земле, спустя долгое время после эпохи гаромантов. В мифах и легендах Тифону присваивают различные имена, такие как Тиамат, Красноволосый Дракон, Хуракан, Мату, Гаруда и другие. Иногда его изображают в виде трехглавого дракона. Есть предположение, что три всадника апокалипсиса из Библии могут иметь отношение к этому мифическому существу. Интересно, что в последние годы вновь стали говорить о звезде Тифон, Медузе Гаргоне, несмотря на то, что, согласно некоторым источникам, полный цикл ее приближения к Земле составляет около трех с половиной тысяч лет, тогда как с времен Нострадамуса прошло всего около 400 лет. После гаромантов осталось более 50 тысяч захоронений, а по некоторым данным даже около 100 тысяч. Это указывает на высокую плотность населения в этом регионе в то время. Следовательно, недостатка в рабочей силе не было. Гароманты, похоже, не испытывали страха перед смертью и с особым энтузиазмом отмечали кончины своих близких, устраивая пышные траурные церемонии, на которые собирались большие толпы людей. Известно, что гароманты говорили на языке берберов, однако для письма использовали тифинок, древний ливийский алфавит. Хотя современные ученые знакомы с этим письмом, им пока не удалось расшифровать тексты, оставленные этим народом. Тем не менее, очевидно, что некоторые записи все-таки сохранились. Гароманты имели весьма мистический взгляд на мир и, вероятно, верили в загробную жизнь. Существует гипотеза, которая скорее носит мифологический характер. Якобы тоннели были вырыты гаромантами для того, чтобы наполнить их водой и разместить там существо по имени Дагон, гибрид человека и рыбы. Этот Дагон не выносил солнечного света и считалось, что его благополучие обеспечивало процветание гаромантиды. Исследователи, проводившие измерения электромагнитных колебаний внутри пещер, утверждают, что периодически слышали звуки, похожие на приглушенные крики. Интересно, что эти звуковые всплески не являются слуховыми галлюцинациями, поскольку их фиксируют и приборы. Так или иначе, гароманты погибли не из-за загадочной звезды, а вследствие вполне реальных военных действий. Вероятно, разгадка предназначения этих катакомб станет известна только после того, как будет расшифрован язык и прочтены сообщения этого древнего народа. Смотрите далее, и вы узнаете, какие еще находки обнаружили ученые в песках Сахары. Продолжим разговор о морских открытиях в пустыне, вспомнив о спинозавре, самом крупном хищном динозавре, когда-либо найденном учеными. Живший около 95 миллионов лет назад, спиносаурус достигал высоты около 7 метров и длины 52 футов, что значительно превышало размеры более известного тираннозавра Рекса. Спинозавр сильно отличался от своего знаменитого собрата. Он обладал огромным парусом из костей, выступающим вдоль спины, и рядом других особенностей, которые долгое время ставили ученых в тупик. Сегодня считается, что спинозавр был единственным известным полуводным динозавром. Поскольку первоначальные кости спинозавра были утрачены во время Второй мировой войны, только в 2014 году в Марокко удалось обнаружить новые окаменелости, позволившие исследователям лучше изучить этого динозавра. Одним из доказательств его частичной водной среды обитания служат его длинные плоские лапы, идеально подходящие для плавания, и ноздри, расположенные высоко на морде, что позволяло ему дышать, даже находясь большей частью под водой. Без сомнений, вид приближавшегося гигантского паруса на его спине вызывал у обитателей древних морей не меньший ужас, чем акуль его плавника сегодня. В любом месте пустыни, где находят воду, обязательно зарождается жизнь. Когда люди обитали возле Напта-Плая в Южном Египте 9000-6000 лет назад, этот район ежегодно подвергался наводнениям, в результате которых образовывалось озеро. Неолитические племена приходили сюда, чтобы обеспечить кормом и питьем свои стада. Эти люди не просто выживали в таких условиях, но и создали уникальную культуру жертвоприношений. Археологи обнаружили останки коров, овец и кос, захороненных в соответствии с определенными ритуальными обрядами. Приблизительно 6000 лет назад местные жители установили крупные каменные глыбы, формируя круг. Исследователи полагают, что этот каменный круг, который на тысячу лет старше знаменитого Стоунхенджа, представляет собой одну из самых ранних известных астрономических построек. До сих пор продолжаются дискуссии о том, что именно символизирует этот круг, но один ученый выдвинул версию, что он соответствует положению пояса Ориона таким, каким оно выглядело 6000 лет назад. Пустыня Сахара не всегда была безжизненной. За миллионы лет климат менялся, и границы песков смещались. Ученые, занимавшиеся поиском следов воды на Марсе в далеком прошлом, обратили внимание на историю Сахары. Исследования показали, что когда-то из пустыни вытекала река, которая имела 12-й по величине водосборный бассейн в мире. Подтверждением существования этой реки стали остатки подводного каньона у побережья Мавритании. Он был пробит течением реки. Также речные отложения были найдены в неожиданных местах. С помощью спутника ученые окончательно подтвердили присутствие потерянной реки, которую назвали Таманрасет. Исследователи продолжают искать информацию об этом водоеме, который, возможно, высох всего 5000 лет назад. Не только реки оказались погребены под песками Сахары. За миллионы лет территория, некогда бывшая частью океана, превратилась в одно из самых засушливых мест на планете. В Ваде Аль-Хитан в Египте можно обнаружить следы древнего океана Тетис. Это место, известное как Долина Китов, является одним из лучших участков для поиска окаменелостей китообразных. Когда предки современных китов погибли в море около 37 миллионов лет назад, их тела покрылись толстыми слоями осадков. Впоследствии, когда земная кора поднялась, их бывший подводный дом стал сушей. Сегодня палеонтологи исследуют скелеты длиной до 49 футов, а также останки существ, с которыми киты делили морское пространство. Рядом с китовыми костями были найдены зубы огромных акул. Более 150 лет, начиная с первых находок в 1850-х годах, ученые спорили о природе загадочных существ, живших сотни миллионов лет назад. Тайна была раскрыта в начале 2019 года, когда новые окаменелости, обнаруженные в Марокко, помогли палеонтологам идентифицировать это странное существо. Форма жизни, известная как стилофоры, выглядела как бронированные настенные украшения с длинной рукой, выходящей сбоку. Раньше ученые даже сомневались, следует ли включать их в генеалогию животных. Однако новое исследование показало, что эти создания относились к типу иглокожих, древних предков таких животных, как морские звезды, морские лилии, морские ежи, перьевые звезды и морские огурцы. Главный исследователь Бернар Лефевр сообщил, что открытие стало возможным благодаря окаменелостям, содержащим исключительно хорошо сохранившиеся мягкие ткани как в придатке, так и в теле стилофор. Хотя эти окаменелости были найдены в Сахаре еще в 2014 году, исследователи не сразу осознали, что в некоторых из 450 найденных образцов стилофор сохранились мягкие ткани. Это открытие особенно важно, потому что оно закрывает 150-летнюю дискуссию о том, какое место занимают эти необычные окаменелости на древе жизни, подчеркнул Лефевр. Полностью раскрыть все тайны, сокрытые в пустыне Сахара, представляется практически невозможным. Однако человечеству уже удалось разгадать некоторые из них, в то время как остальные продолжают ждать своего часа на протяжении миллионов лет. Вам же, друзья, я хочу сделать интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Пока-пока.